как я рад быть вместе с вами вообще здорово что за день такой хороший слава богу и тут еще я уже половину проповеди сказал слушать так замечательно быть здесь с вами столько много радости жизни представляете открывать открываешь компьютер экран и сергея михалыча видишь пастора мать пастора ильгара слушайте если я начну перечислять всех точно выйду из графика мне бы хотелось сказать именно вот о том что мы видим на этих экранчиках участие драгоценных людей божьих купленной дорогой ценой и каждый из вас это чудо и кладезь того что вы постигаете мы с вами постигаем вот и александр выплыл очень хорошо в евангелии от иоанна в 17 главе господь молится вперед на все века и тысячелетия в двадцатом стихе он говорит я молюсь не только о тех учениках которые со мною здесь эти ученики слушают молитву все слова потом они будут насыщаться в духе святом насыщаясь они будут переполнены сокровищами слова и будут говорить и говорить потому что иисус не только говорил во время своего первого пришествия но также он пошел на крест и победил смерть я сегодня разговаривал с таксистом и говорю представляете ваша перспектива какая да какая как у всех что-то такое случилось на дороге и он раз резко так резво заворачивает и я тогда беру ремень безопасности пристегиваюсь он говорит да не надо слушайте я говорю я знаю что не надо потому что у меня есть вечная защита а у меня не ремень безопасности у меня нечто великое и он стал внимательно слушать о безопасности которую может иметь каждый человек и вот иисус говорит в 17 главе не только об этих учениках говорю о верующих в меня по слову их но и о верующих в меня по слову их как то я раньше размышлял о том что ну да я верующий в иисуса христа потому что я говорю это и это понятно но есть и другое в этом отрывке иисус говорит я молюсь не только за моих учеников которые слушают мое слово говорят это слово но также и за тех кто будут слушать это слово и будут говорить это слово дальше какая красота ну все мы это и делаем правда что нам еще говорить 2000 лет спустя после того что произошло на кресте а потом и восхищение господа и пятидесятницы мы же с вами не какую-то теорию говорим мы с вами повествуем нашу защищенную жизнь в иисусе христе а когда мы с вами говорим жизнь иисуса христа то происходит чудо и в нас и в других которые слушают хотя может быть не всегда мы так и рады например некто Эдвард Кимбелл и это происходило в 19 веке он был одним из учителей в воскресной школе при церкви и он ставил задачи рассказать об Иисусе Христе и этим подросткам так чтобы они обязательно приняли его подростки есть подростки некоторые засыпали во время воскресной школы он обратил на одного подростка внимание по имени Двайт и положил в своем сердце да я буду его преследовать и расскажу ему чтобы он точно поверил и в бастонском обувном магазине в котором Двайт работал однажды появляется этот Эдвард Кимбелл и он рассказывает и говорит этому Двайту прими Иисуса Христа в свое сердце прими и как-то ну выходя из этого магазина он был опечален реакцией которая была у этого подростка ничего не получилось ну провалил он свое задание сколько таких моментов бывает у нас в жизни ну давайте к Двайту перенесемся а он пошел в этот вечер домой новым человеком он послушал и принял Иисуса Христа это был будущий знаменитый американский проповедник Двайт Моди по разному произносится его имя фамилия и через 36 лет ну так вот перебежим через историю он приехал в Англию в Ливерпуль в Америке он был очень успешный в Англию потянуло и выступая в одной из церквей наставником которой был хороший теолог замечательный пастор его фамилия была Мэйер но сам Мэйер отнесся к его проповеди к проповеди Моди несколько пренебрежительно но он продолжал слушать и вдруг так захватила его проповедь этого не особенно образованного человека что он был шокирован и после этой проповеди он подошел к Двайту и сказал это невероятно то что я услышал от вас Двайт Моди пригласил его к себе в Америку чтобы тот приехал и устроил евангелизационную поездку и он совершил там такую такая поездка была в разных местах проповедовал в одном из мест он увидел что отклик не особенно хороший тогда он бросил в толпу этих людей которые там была такой вызов замечательный если вы не готовы отказаться от всего ради Христа и вторая часть была такая то готовы ли вы стать готовыми это был такой вызов и все откликнулись особенно откликнулся Уилбер Чапман ему до того понравилось то что было сказано и он тоже стал таким выдающимся проповедником в своей евангелизационной компании он взял одного молодого баскетболиста извините это был бейсбол бейсболиста этот бейсболист недавно обратился к Иисусу Христу его имя было Билли Санди и вот под присмотром своего учителя Чапмана Билли Санди становится выдающимся евангелистом и организовывает свои компании и он также сделал свою министр в одной из поездок это было в городе Шарлотта штат Северная Каролина он так повлиял своим словом на молодую группу евангелистов новообращенных кстати им до того понравилось это слово что они это группа собралась и стала молиться чтобы такое посещение было еще в 1934 году они пригласили к себе евангелиста Мордыхая Хэма чтобы тот провел общегородское служение они пригласили Мордыхая Хэма и вот интересная такая вещь проповедник проповедник я вижу людей вижу их реакцию Мордыхая Хэма проповедник проповедник и он почувствовал что это очень слабая проповедь и он стал молиться и на бумаге отеля где он остановился написал господи даруй нам здесь пятидесятницу и злей свой дух а в послании к ефесянам в третьей главе говорится замечательная фраза в двадцатом стихе а тому кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего чего мы просим или о чем помышляем тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века ответ на молитву Мордыхая Хэма превзошел все мечты и ожидания старший классник центральной средней школы которого звали Милли Грэмм отдал свое сердце Иисусу это отрывок из той жизни евангелистов когда они могли быть разочарованными ну вот когда евангелизировал Дуайт Муди Эдвард Кимбелл да я провалил задание а сколько таких развитий даже в нашей истории в нашей церкви в наше время пастор Стивен пастор Стивенс пастор Шалер пастор Мати и там еще я немного потом после нас идут это чудо то что теперь пастор Эльгард пастор Самир быстро сократила конечно это извините но я могу всех сказать пастор Стивенс пастор Шалер пастор Мати пастор Владик пастор Фуат пастор Самир пастор Эльгард отлично здорово и так далее мы идем и эта история повторяется посмотрите как чудесно эта история описана во втором послании к Тимофею вторая глава первой и второй стихи и так укрепляйся сын мой в благодати Христом Иисусом это апостол Павел говорит о своем учителе об Иисусе Христе и Тимофей тоже мог бы сказать и мой учитель Иисус Христос и Тимофей could say my teacher is Jesus also посмотрите Иисус обучается Павла Jesus teaches Paul Павел обучает Тимофея and Paul teaches Тимофея и Павел заповедует Тимофею второй стих и то что слышал от меня при многих свидетелях то передай верным людям да, замечательно то есть верным людям а эти люди, которые верные они смогли бы обучать и других пять поколений и когда смотришь на миссионерские поля там где мы побывали и славишь Господа за эту молитву которую он сказал в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна в двадцатом стихе и не только я молюсь за учеников которые говорят слово и о тех, кто услышат это слово и будут говорить мое слово дальше это продолжается это то, что пастор Мати сказал в нашем разговоре перед служением говоря о этих замечательных братьях которые решили сдавать экзамен и так думаешь, какая замечательная у нас жизнь мы видим, как это продолжается и самая великая радость для меня это видеть Христа в каждом из вас аминь благослови вас Бог Бог благослови вас Бог благослови вас спасибо